И хоть о детях в этом видео я говорить не буду, но в выступлении детского КВН была одна правдивая фраза. Уважаемые жюри, вы вообще в курсе, что Кубок Мэра нужен только нам? Остальные команды чисто за финал борются. Друзья, всем привет! Я Вова, и это мой не обзор, а субъективное мнение, личное, по поводу Кубка Мэра Москвы по КВН 2018 года. То, что эта игра будет мало похожа на праздник по случаю дня рождения клуба, было известно заранее. Сначала от участия отказались Сочи и Натя, потом слетели Наполеон Динамит. Остались детская сборная и четыре команды, из которых только у двух были шансы пройти дальше. По итогу состав игры уступает полуфиналам и остается надеяться только на содержание. Давайте смотреть. Ну я в финале. Могу помочь. Спасибо, мы сами. В начале Вятка решила пробудить чувства зрителей, возникшие после просмотра видеоконкурса в полуфинале. Выход Дмитрия Бушуева был нестандартным решением, подкрепленным интересными шутками. Ты же говорил, у меня все будет хорошо. Я тебе и сейчас могу слово в слово сказать. У меня все будет хорошо. Смущало меня лишь то, что все было сыграно не так натурально, не так естественно, как в ролике. Гусман и Пелагея тройки поставили предателей. В песне команда намекнула на каменное сердце Маслякова, который якобы их не взял в финал. У него гранитный камушек в груди. Но давайте будем откровенными. В одной-второй сборная Кировской области выступила неважно, и поэтому она и не прошла. В средней по уровню юмора линейки мы видели остатки былого концепта команды. Командор, а кто займется семьями? Вот кто сегодня проиграет, тот наконец и займется семьями. Вятка ничего не смогла придумать. И все больше и больше мы видим выступления, которые далеки от первоначальной идеи сборной. Сегодня с нами представители темных сил, которые оставили свой след в истории Москвы. Выход диктаторов также не особо рассмешил. А наоборот, появились еще больше вопросов. Если связь Наполеона с Москвой еще понятна, хотя шутка была такая себе на грани, то при чем здесь Трамп, мне не ясно. Настолько неадекватный политик, что возможно это он сам. Просто в очередной раз без причины посмеялись над президентом США. Ярмарка это полный помедрец. Помедрец? 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 От любой другой команды можно было ждать такого номера, но не от вятки. Вот из этой же коллекции клубни пиха. Заключительный блок по мотивам Бегемской Рапсодии. Это лучшее, что было у команды в этом конкурсе. Чтобы письме закрыть, на полгода бросил пить. Чтоб долги ему не влезть, на полгода бросил есть. Очень актуально, очень знакомо некоренным москвичам. И музыкально, что тоже хорошо. В общем, мне понравилось. Лучше бы этой песни не было, чем она была. Потому что команда выступает на Кубке мэра Москвы. А поет не про то, какая Москва красивая, уютная, гостеприимная. А про политиков, которые так уж случилось в этой Москве сидят и которых ругает Запад. Причем здесь это. Петь нужно про город. Максим чудесный, талантливый ребенок, который в очередной раз показал свои способности. Столько времени он провел на сцене, и всего лишь одна шутка. Этого ведь мало. Слушай, а ты можешь поздороваться со всеми на английском, французском и немецком одновременно? Могу. Салам алейкум! Теперь, что касается звезды политических шоу Майкла Бома. Ты че меня провоцируешь? Все, Артем, я тебя очень прошу. Ты че меня провоцируешь, друг мой? Урод. Понимаете, по рождению. Государство – урод. Мне не внушает доверие человек, который ходит на подобного плана шоу и выслушивает оскорбления в свой адрес за деньги. Ничего нового выступления сборной он не привнес, а просто занял пустующее место Оскара. Блог с программами Первого канала также не был чем-то оригинальным. О том трэше, который там происходит, мы знали и до этого. И финальные слова Майкла. Большое вам спасибо. Сегодня вы очень помогли сломать стереотипы про меня. Как? Как команда помогла это сделать? Ой, да какая разница? Никаких стараний сборной Великобритании в видеоработе я не увидел. А смонтировали так, что Эрнст – красавчик, Гусман – крутой режиссер, а Нагиев – мальчик по вызову. Добрый вечер. Перед вами команда, которая пропагандирует семейные ценности. Выступление БДС мне понравилось больше, чем выступление сборной Великобритании. Во-первых, необычно то, что у Руслан и Настя больше не ссорятся. Во-вторых, забавная развязка примирения самого и смешная шутка. В этой ситуации я планирую максимум выжить. Выход слесаря Вити только оттягивал более смешной блог с Ильей из плюшек. Шутка про столы у него была слабой. А вот как раз сам диалог с Ильей – то, что нужно. Ну, я обычно выхожу, стою, а потом говорят, что мы выиграли. Последний номер про кухню КВН был вообще в тему и игры, и праздника. Местами не очень удачные моменты в тексте легко восполняли приглашенные КВНщики. Также хорошей идеей было пригласить и Иваныча из радио. А вот выйдешь ты в финал, да? Займешь там, допустим, второе место. А что дальше? Не знаю. Я Александра Васильевича спрашиваю. Дальше-то что, Александр Васильевич? Думаю, что многим фанатам понравился такой внутренний юмор КВН. Ну, а? Сразу видно, да, кто на дне рождения настроение создает? Конкурс «Русской дороги» у меня вызывал двоякие впечатления. С одной стороны, команда мне нравится, и она не разочаровывает в плане шуток и номеров. А если выиграть квартиру мэра Москвы, то и нафиг этот финал не нужен. Но как только речь заходит о том, какую игру проводит команда, меня это немного коробит. Александр Васильевич, вы только на его слова не обижайтесь, просто правда всегда глаза колет. Потому что когда ты команда, любимая народом, фанатами КВН, у тебя неплохо с материалом, зачем давить на жалость и лишний раз напоминать, что вам тоже трудно. Смотрится это не лучше Спарты, которая в прошлом году делала примерно то же. Ладно, не будем о плохом, а перейдем к самому интересному – блоку с переодеваниями. Как мне показалось, для «Русской дороги» это новый виток развития данного приема. Если раньше это был один Алексей, который мог переодеться в кого угодно, то теперь это известные КВНщики отыгрывают хорошие шутки в образе «Русской дороги». Чего только стоит реакция зала на выход Юсифа. Мало того, что он соперник команды, он вышел из своего сценического образа, так он еще хорошо испародировал Кривеню. Алексей? Это вы? Конечно я, ханыга усатоя. Отлично сдали текст. Ваня, Вера, Богдан выше всяких похвал. Музыку выключи, сейчас аккумулятор сядет, ты его сам из тюрьмы вытаскивать будешь. Ну юморок. А кода команды оказалась пророческой. В финале в этом году должны играть только настоящие друзья. Ну и Вятка тоже, че там уже, да. С оценками за первый конкурс я не согласен. Вятка, сборная Великобритании, К5 и «Русская дорога» ГПУ по 5 баллов ровно. Не считая, что сборная Великобритании выступила наравне с Вяткой и «Дорогой». Я ставлю на первое место Армавир, Вятка на второе, Москва занимает третью строчку, а сборная Великобритании на четвертое заслуженное место. Переходим к нашему второму конкурсу, музыкальный биатлон. Если бы в биатлоне не было штрафных дополнительных кругов, мы бы с вами услышали всего 9 шуток. Поэтому такой ход был оправдан и с точки зрения эфира, и наполняемости конкурса шутками. Первые две команды выбыли по делу, а оставшихся я бы рассудил иначе. Последние два круга конкурса были на стороне Вятки. Их карапули были емкими, оригинальными и смешными. С неба до земли, у жирафа сопли текли. Поэтому один балл я бы отдал именно сборной Кировской области. Музыкальный фристайл. Будем дружить с семьями. Финальное выступление БДС длилось около пяти минут. К примеру, у русской дороги конкурс был в два раза дольше. Делаем вывод, что команду порезали. Порезали серьезно. Поэтому вступление, линейка перед Love Is и эти сами зарисовки были короткими куцами. Если и пытаться оценивать оставшиеся, то самое смешное как раз и было в тех трех самых коротких жизненных ситуациях Love Is. Как ты меня нашла? Финальная песня должна была поставить некую лирическую точку. Но так как выступление порезали, песня смотрелась как большой отрезок не очень смешного выступления. Версия, команда Квен, русская дорога. В каждой шутке есть доля правды. То, что трудно либо нельзя сказать напрямую, можно произнести как шутку, завуалированно. И получается с одной стороны ты вроде бы и высказался, а с другой это шутка и обижаться здесь не на что. Вот так я примерно вижу отношения русской дороги и Александра Васильевича. Парней понять можно. Играют долго, много, на гастроли ездят, зарабатывают деньги для АМИК. А в финале так ни разу и не были. Но когда они сами об этом говорят в каждом конкурсе, меня отвлекает от всего хорошего, что до этого было. Идея первой части выступления хорошая. Не умеем петь, не получается, переживаем, грустим. Команде даже удачно удалось вписать не очень свежий прием с Shadow of the Sky. Николай Архипенко отлично помог. Но как только началась песня в телефон, все. Ну зачем эти обиды? Отличная команда, хорошее выступление. Но зачем опускаться до уровня команд, которые выпрашивают себе путевку в следующий этап? Слушайте, это и правда бесит. Счастью, был финальный блок с казаками. Там были шутки, песни, танцы и все остальное прочее. Раньше какие были развлечения? Только корову из колодца достать. А теперь и баскетбол, и рэп-баттлы матерные. Так прекратите! Вот такая русская дорога мне нравится. Не поднимай на них свои глаза. Они внушают страх до приземления. Я думал, что лимит шуток про традицию ношения килта исчерпал себя ровно тогда, когда со сцены КВН прозвучала об этом первая шутка. Но, видимо, я ошибался. Пародии на «Вятку» не было ничего оригинального. Просто спели одну песню на двух языках. Шутки где? Причины скучать по России у сборной Великобритании тоже какие-то странные. А еще мне по-настоящему будет не хватать Акинфеева. Не знаю, что у ребят было еще, но то, что не вырезали, было не уровня финалиста высшей лиги. Ну невозможно из мармелада сделать домик собачке. Вы решили не ехать на Кубок Мэра? Да, мы решили не ехать. А что, если так оно и было? Представьте, что именно так сборная Кировской области решала идти в сезон или нет. КВН это путевка в жизнь. Да, она одна и она твоя. Что, если не реализованные амбиции Бушуева заставили команду собраться вновь? Вполне правдоподобно. В данном выступлении не было ничего, чтобы намекало на концепт команды. Не знаю, что будет в финале, но без всей этой атрибутики, без костюмов, плащей, Вятка это несколько взрослых дядек, у которых кризис среднего возраста в самом разгаре. И они играют в КВН. Теперь по звездам в конце номера. Я не против такого хода. Это было и в тему конкурса, и в тему игры. И для Вятки это дополнительные баллы для прохода дальше. Но все равно это были приглашенные КВНщики. Вопрос. Чем Вятка отличается от других команд, которые делали то же, но в полуфинале? Ответ простой. Ничем. Если у команды есть такая возможность, она ее использует. И ругать команду за это нельзя. Дело в другом. Когда это будет? В полуфинале с одной или двумя звездами? Или на Кубке Мэра, когда последний шанс и звезд десяток? Итак, дорогие друзья, я искренне поздравляю и Вятку, и Русскую Дорогу. Наконец-то с выходом в финал. Я не думал, что в финал пройдут сразу две команды. Больше скажу, за Русскую Дорогу стоит переживать, как бы она не выдохлась. Что вы думаете об игре? Пишите ваше мнение в комментариях. А в нашей группе ВКонтакте вы можете проголосовать за любимую команду и поставить оценку игре. Переходите по ссылке в описании и вступайте. Так как в последнем ролике я не совсем корректно задал вопрос, победителям не будет. Но сейчас я все продумал. И вот мой вам вопрос. Сколько раз за все спецпроекты, где разыгрывалась путевка в финал высшей лиги, дальше проходила не одна команда-победитель, а две либо несколько? Кто первый оставит правильный комментарий, попадет в новый ролик, посвященный вице-чемпионам. А под этим видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Так вы точно ничего не пропустите. Всем большое спасибо и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok